Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть человек, который просто был провокатор, так называемый, поддерживающий власть Путина и активную патриотическую деятельность разворачивающую в сетях. Он провоцировал людей на споры на политические темы и таким образом вычислял тех, кто в той или иной степени оппозиционно настроен. И он донес до органов сведения, что есть вот такие люди, которые занимаются вот такими вот вещами, постят у себя на страничках такие материалы. И вот оперативники проявили интерес и решили проверить уже по собственной инициативе. То есть по факту не было какого-то обращения официального, какое-то заявление было бы там написано. Здесь просто как бы поступила информация. В ходе поступившей информации произвели проверку в спецслужбе и обнаружили ряд материалов, которые решили направить на экспертизу. Был человек, я к сожалению не могу вспомнить его фамилию, он от меня ускользнул и не захотел афишировать это дело. Его судили за комментарий на фейсбуке в какой-то теме проблематичной по политике, в которой он не слишком ласково отозвался о людях, которые Путина поддерживают. Ему вменяют обвинения вообще просто до абсурда. Призыв к экстремизму в отношении социальной группы в ватнике. Оказывается, у нас в России есть социальная группа в ватники. В России. А вот так записано в приговоре, то есть в обвинительном заключении. Человек из Твери, да. И тоже к нему пришли в 7 утра. Ему штраф дали. По-моему 60 тысяч, если я не ошибаюсь. Соседи наши, которые с нами жили там на даче, они увидели его на участке. К ним до этого приходили оперативные работники. Они им сообщили, что Андрей якобы изнасиловал двух несовершеннолетних девочек. И его за это разыскивают. Ну и соответственно у тех в голове щелкнуло, что ай-яй-яй, такой ужасный преступник. Надо обязательно позвонить, если мы его увидим. Ну да, они и позвонили. И причем, ладно бы, ну приехали бы просто там оперативники его задерживать. Приехала группа спецназа вооруженных, там 9 человек, все по полному разряду, с бесшумными автоматами, в касках, в бронежилетах. Вот супруг тогда помогал мне на даче, там дела дела, спускал вещи в подпол. И когда они залетели, он там в подполе. И его сразу не заметили. Они давали, никто ничего не сказал. Я стою, ребенка к себе прижимаю, они с автоматами меня вытесняют из дома. Спрашивают, где Андрей, где Андрей. Я просто, у меня язык к нему прилип. Я стою в ступоре. И вот они это поняли, что он в подвале. А он не понимает, что происходит, потому что там не слышно ничего. И в поводу того, что собирались уже даже гранату в дом кидать. Может быть он с гранатой выйдет. И он тогда уже услышал, что там какая граната. Он стал выходить, его тут уже там под белые рученьки вытащили, вывели. Спасибо. Скажите, а кому это нужно? Для чего это делается? Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что мое дело, ну, опять-таки, отлично мое мнение, ну, какой-то показательный процесс. То есть, как бы, для того, чтобы что-то другие, какой-то вывод для себя сделаю, или что-то в этом раме. Вот, ну, с моей точки зрения юридического смысла тут нет. А вот какой-то подтекст политический или там, я не знаю, там еще какой-то, тут явно имеется. О чем мечтаете? Что поддерживает на будущее? Мечтаю, ДС, жить нормальной жизнью. У меня семья, дети маленькие. В принципе, я в политику никогда и не лез. Просто в моем варианте, просто, как я понимаю, я попал, ДС, не в нужное место, не в нужное время. Вот и все. То есть, я понимаю, когда люди там, что-то там, какую-то деятельностью занимались, там, серьезное, большое. В моем варианте, я просто был одним из тех, по которому показательность, кроме так, поптались, по-другому не скажешь. В общем-то, все. А так, вообще, кажется, мечтал о том, о чем мечтаю. Хотели построить дом, хозяйство, там, так вот, ну, жить не тоже, но так вот. Ну, надеюсь, что, если все хорошо сложится, в принципе, если я когда-нибудь отсюда выйду, то, в принципе, все мечты остаются. А вы свою вину не признаете? Ну, в данном варианте нет. До свидания. Удачи, удачи. Почему он пишет это, почему он наставит на своей правде, потому что всем, в принципе, очевидно было, что это ничего не поменяет. Но это не поменяет, может быть, в глобальном смысле, но вот конкретно для него, для нас, вот, это было важно. Рассказать свое мнение, чтобы люди знали, что кто-то по-другому думает, чтобы не было, ну, как это сказать, внести свою ложку дегтя в бочку меда, чтобы все не думали, что все так гладко. Потому что все таки в последнее время у нас политика государства такова, что это начинает касаться уже частных жизней каждого гражданина. И с каждым годом жизнь становится все тяжелее и тяжелее. У него есть такое мнение, что люди, которые, ну, по сути, вот, не сведущие вот в этих всех делах, они своими руками сотворили то зло, которое сейчас вокруг нас творится, и вот та жизнь, в которой мы сейчас живем, все наши проблемы, они их руками сделаны. Осознанно, неосознанно ты это сделал, ну, ты это сделал, в любом случае ты должен нести за это ответственность. И через свои вот эти резкие тексты, резкие высказывания, ну, он, как бы, есть такой прием в психологии даже, когда, ну, на человека ты накричишь, и он начинает его это стимулировать к действиям. И точно так же эти тексты какие-то, вот, которые имели какой-то, именно, может быть, такой резко экспрессивный оттенок. Бреж пробить. Ну, да, чтобы вот... В панцире, да? В панцире, да? Потому что, когда ты просто говоришь, то тебя не слышат, а тут уже крик души идет. Присмотрись, откройте глаза, вот так.